В Окса и гости прибыли в школу номер 6. В этом учебном году школа начала свою работу в новом статусе – школы-лицее. Здесь проводятся углубленные обучения предметом математика и естественных наук в 26 классах. Из них 18 с казахским языком обучения, остальные – на русском. Далее группа делегатов ознакомилась с работой музея. Музей в 2019 году заново начал свою работу после капитального ремонта. Заведующий районным краеведческим музеем Руслан Азаматов рассказал гостям о деятельности музея, который пополнился новыми экспонатами. Далее гости посетили детский сад номер 5 «Ертегы». В детской дошкольной организации, где воспитываются 260 детей, в 10 группах, созданы все условия для детей. Имеется соляная шахта, полезная для здоровья. Основа будущего детей в воспитании в национальном ракурсе, так считает коллектив организации. И в этой связи здесь создан уголок, посвященный 175-летию Акына Абая Кунанбаева. Детский сад сдан в эксплуатацию в 1990 году. В этом году нам исполняется 30 лет. В детском саду смешаны группы, 5 групп с казахским и 5 групп с русскими языками обучения. На сегодня коллектив составляет 67 человек, из них 28 – педагоги. Гости, ознакомившись с работой детского сада и школы, высоко оценили работу дошкольных учреждений. Все впечатляет. Действительно, не только государственные деньги здесь видны, что они потрачены во благо народа и для развития образования в районе, но еще и вкладывается душа, видно это. Потому что в какую школу не войдешь, чистота, даже если школе 30-20 лет, такое ощущение, как будто они построены только буквально вчера. Чистота. Во-первых. Во-вторых, такое бережное отношение к государственному имуществу, хочется отметить. И очень много удобных проектов для детей, что нас действительно впечатлило. Мы приехали, допустим, за 500 километров. Буки-Урда, Жанебег. Очень долго до нас доходит вот эта цивилизация. Мы надеемся, что такие условия будут в каждом уголке нашей области. Далее, согласно графика, делегаты приняли участие в собрании на тему проблемы сферы образования в районном Акимате. Стоит отметить, что Министерство образования Республики Казахстан будет ежегодно составлять национальный отчет о состоянии системы образования и публиковать итоговый индекс системы образования регионов. Согласно этой системе, к концу 2018 года наш регион вошел в тройку лидеров. Безусловно, несмотря на хороший результат, вопросов, требующих решений в сфере образования, немало. В области 507 организаций, обеспечивающих дошкольным образованием, 30 тысяч детей. Система постановки в очередь в 271 дошкольной организации автоматизирована. Несмотря на различные проблемы, условия в детских дошкольных организациях для детей созданы. В регионе работают 388 учреждений образования с контингентом 107 369 учащихся. В 2019 году по республике из 6 973 школ 31 в аварийном состоянии. 124 работают в три смены. Среди них по региону 12 в аварийном состоянии. И таких проблем много, а их нужно решать. В ходе собрания также Сериком Егизбаевым была затронута тема статуса педагога и программа развития образования и науки на 2020-2025 годы.